Привет, друзья, на связи Кудряшов. Обещаю вам из Синина, из одной из наших любимых чайпанек. Сейчас покажу, как выглядят места, где питаются китайцы, и не только. Внутри это выглядит вот таким образом. Стоят столики, вокруг надписи на китайском языке. Там видно столовую, в которой, не покладая рук, трудятся сотрудники заведения. Вон, кстати, по-моему, кушают тоже сотрудники, потому что они носят характерные шапочки, и, чтобы волосы никуда не падали. Вот, есть также барная стойка, ну, точнее, там, где можно заказывать. Так как все на китайском, приходится довольно нелегко, если вы языка не знаете. Эй! А именно, надо подойти к такой штуке, найти то, что вам нравится, показать, выбрать пальцем, еще спросить, что здесь находится. Да, видите, вариантов много разных. И овощные, ну, то есть чая, овощных очень мало. Ну, как бы, все есть. Иногда эти карточки даже переворачиваются. Есть разные супы, кстати, недавно я один из пробовал из них, это арахисовый суп. Вот, когда вы заказываете, вы объясняете, тыкайте пальцем и говорите один, а вам говорят, сколько это стоит. Ни хау! Вот, люди обычно приветливые, английского людей, англоговорящих людей очень мало, к сожалению. В основном, как ни странно, молодежь может вам что-то сказать. Когда вы говорите, do you speak English, они говорят, a little. Это уже хороший признак, это значит, что, если они это знают, с ними можно найти контакт. А дальше достаете телефон и начинайте в чате переводить и спрашивать то, что вам нужно. Когда вы оплатили свой заказ, вам выдают нередко вот такую карточку вашего столика и чек. Потом, когда на кухне приготовят чек, девочка принесет на подносе эту нужную штуку и как-то, да, и ногтем вычеркнет те из блюд, которые она уже приготовила. Почти во всех заведениях, ну, пока во всех, в которых я был, можно брать еду с собой на вынос. И стоит это обычно 1 юань, чтобы вам упаковали в коробочку. Сейчас в этом заведении постоянно упаковывают бесплатно, это хорошо и удобно. Я уже рассказывал, как покупать продукты на рынках, какие бывают рынки. В частности, я взял... Здесь я, здесь я. Вот мне привезли. Я нашел себе недалеко здесь рыночек, где я покупаю вот такие пророщенные ростки бобов. И там помидоры, овощи, ну, в общем, все то, чем я питаюсь. Выбор большой. Надо просто немножко разобраться с базовыми словами. Будет отдельный ролик о том, какие слова вам нужно знать для того, чтобы покупать себе еду, для того, чтобы себя кормить. И вот, скажем так, средняя еда вот этих чефангах, вы могли заметить, есть, допустим, супы-бульоны в районе 5 юаней, в которых ничего нет, только бульон. Потом в районе 10, 12, 15 это всякие супы, там, лапши, большие порции, которые можно реально наесться. 15 юаней это примерно 2 копейками доллара. То есть, по сравнению даже с украинскими ценами, это недорого, это хорошо. Некоторые овощи, ну, сейчас зимний период, может быть, поэтому стоят дороже, чем в Украине. К примеру, помидоры стоят 3 юани в среднем. Это полдоллара, то есть, 10 гривен, 11 гривен сейчас. То есть, в Украине можно было бы найти и столько, по такой же цене и дешевле. То есть, процентки на еду здесь довольно подъемные, нормальные. Вот чего у них нет нормального. У них нет нормального хлеба. У них нет, он есть, но он такой мягкий какой-то вообще, бездушный, ничего в нем нет. У них нет сыра, нет молочных изделий, хотя в Синине мы видим, есть, продается козье молоко. Поэтому те из вас, кто любят пить молоко, любят есть сыры, допасайтесь, ребята, я не знаю, сырами, когда едете сюда. Кстати, ребятки, из которых я ехал, тоже взяли с собой и колбасу, и сыр. И, в общем, хватило этих запасов дня, наверное, на 3. И пока искали и разбирались, что здесь и как покупать есть. А если найдем, как можно их здесь приобретать, то, конечно, расскажу позже об этом. Вот, одно из самых популярных блюд, кстати, это просто рис. Его можно купить в основном в районе 3 юаней. Вот, по-моему, здесь тоже он продается. По-китайски будет мифа, если я правильно произношу. Потому что язык очень такой непростой. Четыре типа интонации об этом в другом ролике. Ну, все, друзья, до встречи в следующих видео. С вами был Евгений Кудряшов. Сайт Звезд. Сайт Звезд.